А вы знаете, кто в Донецком аэропорту воюет на стороне Украины? Кто? Поляки и немцы. Я спрашиваю, кто эти фильмы? Это натовцы, там чистые натовцы воюют. В аэропорту изначально... Алексей, вот ответьте нам, пожалуйста, вы как человек оттуда приехавший из Донецка. Почему уничтожают? Я согласен относительно нацизма, но уничтожают, потому что Донбасс и Луганская и Донецкая народная республика, мы, я не хочу сказать из другого теста, но мы думаем по-другому, мыслим по-другому, говорим на другом языке. Поэтому, раз мы так отличаемся, нас надо уничтожить, разговаривать, ну, смотри, недолюди, как вы сказали, недолюди. Раз недолюди, значит, надо вырезать почистую и заселить, пожалуйста, ну, скажем так, людьми западной Украины. И не заселить, начать добывать сланцевых гаджетов. Но на самом деле, по этому поводу уже много было разговоров и про фильтрационные лагеря для жителей Донецка, Луганска, и про переселение западной Украины, о том, что нужно обязательно туда переселить настоящих западенцев туда к вам. Я даже больше скажу, есть приказ, если я не ошибаюсь, указ Порошенко, я его сегодня читал, относительно военным выдадут льготное жилье в Донецке, Луганской, в Донецкой и Луганской народной республике, там, после победы, после того, что здесь произойдет, то есть людей еще мотивируют таким образом. Кроме того, что вы получаете деньги, после победы вы придете и в эти квартиры, где жили люди, там, ну, семьи, вы заселитесь туда и будете жить. Почему? Потому что вы с руками, в руках с оружием их уничтожили. Пожалуйста, вот вам денежки, вот вам квартиры. Понятно, сами добыли себе квартиру. Да, да, да. То есть перемирие – это просто для того, чтобы сконцентрировать силы и потом напасть еще раз. Продолжение следует...